Наш сегодняшний герой Артур Бурцев, и он дебютирует на марафоне. Артур чемпион России, победитель Кубка России. У него десятки с 30 минут, половинка с 65, то есть очень хорошие, сильные результаты по российским меркам. Я решил бежать марафон, потому что год назад поспорил на бутылку вина, что пробегу 2.15. Салют, чемпионы! Совсем скоро, 3 апреля, состоится чемпионат России по марафонскому бегу, опять Сочи, опять Автодром. И в этом году нас ждет очень сильная конкуренция в мужской группе. Это и Чечен, и Киселев, и Едгаров, и огромное количество очень интересных спортсменов, которые будут выступать в этой дисциплине. Один из них наш сегодняшний герой, Артур Бурцев, и он дебютирует на марафоне. Артур чемпион России, победитель Кубка России. У него десятка с 30 минут, половинки с 65, то есть очень хорошие, сильные результаты по российским меркам. И поэтому его вызов пробежать быстро марафон очень интересен. Почему я хотел поговорить сегодня про Артура и с Артуром? У него очень интересная подготовка. По сравнению с другими нашими марафонцами, которые готовятся, кто в Киргизии, кто даже в Кении, кто как минимум в Кисловодске, Артур всю зиму, весну проводит в Петербурге на очень небольших для марафона, для профессионального марафона цифрах. Когда я прилетел только с Кенией, мы случайно с ним пересеклись в Газпроме, Манеже, и вот как раз мы с ним немножко поговорили, и мне захотелось больше, чтобы он сам рассказал о своей подготовке к чемпионату России в отдельном выпуске. Сейчас Артур поведает все секреты своей подготовки. Погнали! Я решил бежать в марафон, потому что год назад, сидя у знакомого, поспорил на бутылку вина, что пробегут 2.15 в 2020 году. И у меня было два месяца на подготовку. Я уехал в Кисловодск, там тренировался и готовился к Сочи-автодромку. Но из-за коронавируса старт отменили, ну и вся подготовка пошла мимо. Ну, я не сильно расстроился, потому что условия, при котором я бы получил эту бутылку вина, было бы... Нужно было пробежать 2.15. Что для меня на тот момент было непросто. В итоге, спустя полгода, когда все открыли, коронавирус вроде как отступил, старты разрешили. Я хотел после чемпионата России дебютировать еще в Москве. Но опять не получилось, я снова заболел. В итоге, проболев недельку-другую, попытался уже третий раз готовиться и выходить уже в декабре на чемпионате России. Набрал достаточно неплохую форму. Но, как всегда, что-то пошло не так. А если быть точным, я переборщил с нагрузкой и у меня заболела стопа. И где-то за месяц до старта пришлось все бросить. И восстанавливаться. Но бутылку так я проиграл. Поспорил на новую бутылку. И в этом году я все-таки, надеюсь, через 2 недели выступлю. И, правда, уже не на 2.20 мы ориентируемся... Ой, не на 2.15 ориентируемся, а на 2.20. Потому что за 2 месяца выйти на такую форму нереально. А 2.20, я думаю, что легко можно бежать, готовясь в городе. Работая, тренируясь в свободное от работы время. И я ничего такого не вижу криминального в результате 2.20, как многие говорят. Если в прошлом году я позволил себе взять отпуск и уехать на месте в Кисловодск, то в этом году я решил готовиться не уезжая из города. И, в принципе, условия позволяли. Единственное, что зима была не очень. Основное отличие от прошлого года заключалось в том, что на подготовку было всего 2 месяца. И если в прошлом году я выходил с манежа, то есть я готовился к тройке, к пятерке, у меня средний объем и так был в районе 130-150, то в этом году из-за травмы ничего не получалось. Я бегал по 50-60 км в неделю. Ни о каких результатах в манеже, конечно, речи не шло. Но я решил, что за 2 месяца можно вывести себя на хорошую форму. В марафонской среде считается, что если марафонец бегает меньше 160 км в неделю, то нормального результата не жди и можно ни на что не рассчитывать. Даже та же Лена Калашникова, я смотрел в историях, бегает разгрузочные 146 км в неделю. А у меня пиковое значение частенько бывает порядка 130-140 км. Но мы часто забываем о том, что когда ты живешь в городе, работаешь, целыми днями бегаешь с утра до вечера, то часто эти холостые километры идут не на пользу, а в минус. Нужен в первую очередь полезный объем. И от того, как ты качественно выполняешь тренировки, а не бегаешь просто в вечерке по 12-15 км, толку от этого на самом деле никакого. Ну, особенно если ты в городской среде и у тебя вторая тренировка, лучше либо ее вообще отменить и отдохнуть. Либо посвятить, например, укреплению своих слабых сторон. Тем более у меня их полно. Это те же стопы, те же паховые мышцы, которые я часто травмирую. Ну, все это сказано тем, что когда ты живешь в городе, приходится подстраиваться не только под спорт. И время восстановления организма увеличивается. То есть, когда ты уезжаешь на сбор, ты можешь себе позволить после тренировки просто лечь, отдохнуть час-другой. В городе такого очень редко, когда человек может себе позволить. Та же транспортная доступность, добраться до тех или иных мест, часто занимает больше времени, чем сама тренировка. Некоторые ребята бегают на тренировках по 40 км. Ну, я не вижу в этом вообще никакого смысла, по крайней мере для себя. Хотя, сколько людей, столько и тренировочных путей, поэтому ничего в этом страшного нет. Я же, например, самое длинное, что бегаю, это 35-36 км, это порядка двух часов, двух с половиной максимум. Считаю, что этого мне будет достаточно, чтобы бежать на результат, который я рассчитываю. А 2.20 это вот как раз где-то 35 км в темпе четырех минут. Самая оперативная работа при подготовке к марафону – это закладка базы, когда много прыжков идет части, много УФП. И часто там обычно что-то и вылетает, потому что по старинке ты думаешь, что тебе 20 лет, и ты часто переусердствуешь, и можно травмироваться. Ну, как у меня вышло в 20-м году, в ноябре месяце, когда я перепрыгал слишком много многоскоками, и в данном случае надорвал связку в районе стопы. И потом месяца два мучился, ничего не мог делать. Самый интересный вопрос – это когда марафонцы про свой вес разговаривают. Я далеко не марафонец, да и даже не средневик, особенно если сниму футболку, потому что часто люди меня путают, что я спринтер по телосложению, и удивляются, когда я выхожу и бегу что-то длинное. Если мы сравним с нашими топами, да, то разница между мной и тем же, например, Степой Киселевым – почти 20 килограмм. Представьте, два мешка по 10 килограмм муки у вас в каждой руке, и вам нужно бежать, ну, половинку или там марафон. Поэтому это даже интереснее, и я бы ввел бы отдельную категорию, как есть любители-профессионалы, я бы сделал весовую категорию. Есть суперлегкие и есть супертяжелые. И было бы интересно. Шучу. Я в Сочи уже выступал несколько раз, бежал там полумарафон, и считаю, что это один из самых лучших стартов, где можно показывать результаты. И отчасти поэтому я и хочу первый свой марафон пробежать именно там, потому что там идеальные условия. Там по большей части всегда хорошая погода, там абсолютно ровная трасса, и я надеюсь, мне подфартит, и я в Компашке побегу. Сильный. Большинство соперников сейчас тренируются в Кисловодске, кто-то в Киргизии, кто-то даже в Кении уехал. Я остался в Санкт-Петербурге, по большей части, потому что, ну, я понимаю, что я могу добавлять не только за счет того, что улучшаю свои условия, но за счет своих физических качеств. Очень сильно в городе отвлекает эта бытовуха и различные форс-мажоры, которые вытекают непредвиденно. Например, вчера у меня тренировка сорвалась, потому что мама позвонила и сказала, что руку сломала. И пришлось все бросить и лететь полдня с ней в больницу провести. Конечно, вечером уже я вышел на тренировку бегать, но это уже было не то состояние. Ты бежишь и мысли совершенно о другом. Когда я слышу от ребят, что невозможно бегать быстро, живя в городе, отчасти это правда, но также у меня есть примеры людей, которые наперекор судьбе, да, ну, не наперекор судьбе, на самом деле люди сами выбирают свою судьбу. Когда мне кто-то говорит, что он не может то или иное действие сделать, например, как я, да, я не выехал на сбор, потому что это было мое желание. Я мог все бросить, бросить работу, уехать и спокойно тренироваться. Но на самом деле, когда перевешивает чашу весов, там, ради двух двадцати и ставит все на кон, ну, это не то. Вот, когда буду готовиться на результат 2.15 и быстрее, тогда, я думаю, уеду на сбор. А так, на самом деле, люди способны на многое взять кредиты и уехать в ту же Кению. Часто слышал от людей, что они мечтают что-то поменять в жизни и хоть раз побывать в Кении. Ну, в чем проблема? Взял 500 тысяч и улетел на месяц отпуск. Да? Это слишком большие даже цифры, что? Ну, я так, от балды. Кредиты надо закрывать, чем-то. На какие цифры я надеюсь? Конечно, это результат 2.20 и быстрее. Мы с тренером это обговаривали, она говорит, что ты не сможешь. И аргументирует это тем, что я очень легко завожусь и могу начать быстрее, чем нужно. То есть, она говорит, что я побегу на 2.17, 2.16. И отчасти она права, и я с этим борюсь. Потому что, как ни крути, когда впереди тебя, например, тот же человек 10 убегают, и ты там где-то теряешься, это не очень интересно. Когда ты привык уже всегда быть в ближайшие десятки, то есть, там, близко к лучшим. Иногда это психологически сложно, но, как говорится, все возможно. Я планирую начать где-то в районе часа 9. И думаю, что мне подберется там компашка из 2-3 человек, с кем можно будет в комфортных условиях бежать. И если все нормально будет, то вторую часть дистанции я планирую начать бежать быстрее и как раз и выйти на те же 2.17, как и говорит тренер. Для меня марафон – это не разовая история. Вообще, в дальнейшем я его планирую бегать, но у меня есть цель вначале – это, как обычно, улучшение смежных дистанций. То есть, я вижу потенциал себя на десятке, на полумарафоне. А марафон я больше расцениваю с точки зрения имиджа. Это там бежать 2.15 и быть среди лучших. Ну, то же самое, что и половинку бежать где-то из часа 5. Своим соперникам я пожелал, чтобы старт все-таки состоялся и те усилия, которые мы потратили на подготовку. Кто-то в течение полугода готовился, для кого-то это, возможно, последний шанс. А для кого-то, как и для меня, это только начало. Чтобы мы реализовали весь свой потенциал и самое главное – это сдержали свои слова. Потому что, например, для меня 2.20 – это не так страшно. Но кто-то там и про 2.11, про 2.13 говорит, что они легко могут, дайте им только условия. И вот вам в Сочи прямой доказательство. Через две недели будет старт, где можно показать. И будут люди, которые способны бежать на высокий результат. И посмотрим, где слова сходятся с действием, как обычно.